Хукат Что у нас в переводе Хукат? Это устав. И много событий у нас описано в этой главе недельной. Начиная с «Красной коровы», закон «Красной коровы». И также мы видим здесь о «Мей Мерева», то есть в событиях с Моше и Аароном, когда народ израиля просил воду. И также о «Мей Мерева», когда Амь Исраил бикеш маим, Мей Моше и Аарон. Также умирает «Мерием и Аарон» в этой главе. Также в парке здесь мы видим «Мот» с Мерием и Аароном. «Война с Идомом». «Мельхама и Медом». И еще есть один интересный очень случай, момент, о котором я хочу сегодня поговорить. Это когда народ начал жалить змеи в пустыне, змеи... Мы открываем книгу числа 21 главу, 6 стиха. И послал Господь на народ змеев, сарафов, и жалили они народ. И умерло много народу из израильтян. И пришел народ к Моше, и сказали они, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы удалил от нас змея». И молился Моше за народ. И Господь сказал Моше, «Сделай себе сарафа и возложи его на шест. И будет всякий ужаленный, если взглянет на него, то останется жив». «И сделал Моше змея медного, и возложил его на шест. И было, если змей жалил человека, то взглянув на медного змея, тот оставался жив». То есть у нас такой есть вопрос, «Почему Моше поднял на шест именно образ змея, а не что-то другое?» И где мы получаем на это ответ? Мы получаем это в Евангелии от Иоанна. Глава 3, 14-15. И как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, чтобы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Глава 3, 14-15. Глава 3, 14-15. Глава 4, 15-15. И что значит сына? То есть сына, корень у нас 60 рей шпей, то есть сына, 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 сына. Это сына, 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 сына. И что мы видим, так же у Исаии есть сына, то есть виды ангелов. И что мы видим, что сына может быть как и в положительном аспекте, так и в отрицательном аспекте. То же так же как сына, то есть изначально, как мы знаем, змея, который был в Ган-Эден, он мог жалить своим ядом, и ужалил своим ядом человека. И то, что излечивает это Слово Божье, которое... то есть впускает свой дух жизни в человека. И что мы знаем? Мы знаем, что Ма-Шейхе, то есть Ма-Шейхе, это Слово Божье, правильно? И написано о Ма-Шейхе в Псалмах, 17-й Псалм, 31-й стих, Бог не порочен Путь Его, чисто Слово Господа, счит Он для всех уповающих на Него. И на еврейском языке это значит так, что имрат адунай цруфа. Цруфа и цруфа, то есть это родственные слова, то есть чередование цадик и шин. И цруфа также, то есть родственные по значению, то есть по семантике, что именно тоже это выжженное, то есть выплавленное слово. И это говорится о Слове Божье. И в чем только различие между цруфа и цруфа? Что цруфа только одно значение, и оно только может быть в одном аспекте, оно выжженное, выплавленное от всего мусора. В отличие от цруфа, что оно может быть прочитано в двух аспектах, как я сказал. И сказано, что Израиль, то есть народ война шаху, то есть кусали змеи. То есть жарили своим ядом. Война шаху это корень нахаш. И что мы знаем про нахаш? Почему? То есть такой корень я подчеркиваю. Война шаху это корень нахаш. Нахаш и в машеях у них одно числовое значение. Нахаш и в машеях есть у них одна гематрия. Я не пренебрегаю гематрия, потому что не пренебрегаю так же и шляхим. То есть 358, то есть числовое значение нахаш. Нахаш и в машеях то же самое. Нахаш в машеях. Вот он и спал. И интересную вещь по этому стиху, то есть то, что я сказал раньше. И сделал маше змея медного и возложил его на шест. И было, если змей жалит человека, то взглянув на медного змея, то оставался жив. И мне посчастливилось, то есть я удостоился увидеть в арамейском переводе на этот стих такой перевод. Перевод на арамит поясняет, почему люди исцелялись. Вот что он говорит. И сделал маше медного змея и повесил его на шесте. И было, если человек хокусил змея и смотрел он на змея и направлял свое сердце во имя Слова Господня, то жил. Он говорит, что он должен был направить сердце во имя Слова Господня. То есть это очень интересная вещь. Это очень интересная вещь. И огненное слово Бога в образе Сарафа было вывешено Моисеем на древе. В общем, двор, Иллюхим, царуф, царуф, это маше Моше сомал анес. И кто сверой обращался к нему, потом яд ядовитых змеи терял свою смертоносность. То же самое и в машехе, который подобно змею в пустыне вознесен на древе. То же самое говорит Ираб Шауль в Колоссианах, глава 2, 14 стих и 15. Истребив учением бывшей Анасру Каписания, которая была против нас, и он взял его от среды и пригвоздил к Кресту. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. И мы ограждены силой Слова Божьего. От змея нечистоты. Древний змея имеет власть лишнюю только на теме, кто не духовен и лежит только в прахе в земном. И такой человек по плоти становится пищей для нахажа. Где мы это видим? В Бытие 3, 14. И сказал Господь Бог змею, За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить над шребом твоим, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Змея будет есть прах. Готов, что нахаж и ухал афар. То есть тот, кто не духовен. То есть тот, кто не принадлежит своему спасителю. И тот, кто не принадлежит своему спасителю. То есть это Слово Божье. Это Дебор Ходоим. Он будет пищей для нахажа. Он будет пищей для нахажа. Если мы плоти, то мы еда нахажа. Если же мы дух. Мы умеем ему противостоять. Все зависит на каком полиусе мы. И с кем мы. Змея будет пищей для нахажа и с кем мы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok